МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да будет свет! В Рязани начали заменять старые фонари уличного освещения на новые и современные. А теперь об этих и других темах более подробно. Накануне стало известно о возможном слиянии двух рязанских средних школ 19 и 25. Обе они находятся на улице Островского. У преподавателей, родителей, да и у самих учеников сразу стали возникать сомнения в нужности такого решения. Сегодня в городской администрации рассказали общественности, зачем это нужно, и постарались развеять возможные опасения. Две школы, 25-я и 19-я, находятся буквально в 200 метрах друг от друга. Чиновники из городской администрации заявили, что оптимизация коснется не учителей, а исключительно административный аппарат школ. Ну а простые школьники как ходили в здание своей родной школы, так и продолжат это делать. Что такое слияние? Допустим, двух детских садов, как я сказала вам, это соединение педагогических и детских коллективов в один от создания одного юридического лица. Сады как существовали в двух зданиях, так и остаются существовать. Сокращается управленческий аппарат, сокращается бухгалтер, часть ставки там делопроизводителя сокращается. Вот эти ставки, они объединяются, так скажем, и в нужном количестве остаются на одно единое теперь учреждение. Более того, по словам Ларисы Кархалевой, в результате проведенных преобразований у учителей 19 и 25 школ вырастет заработная плата. В тех школах, которые мы объединяем в двух, заработная плата в 25 повышается за счет увеличения количества учащихся и достаточно значительно, где-то на 5-6 тысяч рублей она повышается у педагогов 25 школы. Также чиновники сообщили о планах убрать из рязанских школ двусменность. То есть ребята вскоре будут учиться лишь в первую смену, а во вторую будут открыты секции дополнительного образования, например, уроки музыки. На сегодняшний день у нас третья часть школ в прошедшем учебном году работала в две смены. Предпринятый ряд мер для того, чтобы двусменность снять. На следующий год таких школ останется в пределах одного десятка или, может быть, чуть больше 11 школ. И в течение двух последующих лет мы эту проблему снимем. Кроме того, оптимизации вскоре подвергнутся и 12 детских садов. Впрочем, чиновники заверили, что объединяемые детсады находятся близко друг к другу и никаких неудобств у родителей малышей не возникнет. Сады находятся достаточно близко друг к другу. Это не значит, что один садик находится в одном микро-районе, скажем, в Канищеве, а второй в центре. Буквально шаговая доступность, поэтому родители на себе это никак. И считают, что произошло изменение, можно сказать, административно-управлического персонала. Виталий Еремкин также добавил, что предстоящее слияние, возможно, поспособствует приходу новых воспитателей в детские сады. Действительно, мы вынуждены признать, что в городе Рязани существует дефицит в кадрах. Если озвучивать на май месяц, то всего по образованию 153 вакансии, 83 вакансии в дошкольных образовательных учреждениях. Несмотря на то, что хотелось бы все-таки назвать заработную плату в детских садах средняя, я подчеркиваю, средняя. Лариса Анатольевна говорила, что в маленьких садиках она маленькая, а в крупных детских садах она совершенно другая отличается. Так вот, средняя заработная плата по детским садам за май месяц, то есть за три месяца, составляет более 18 тысяч, если быть точным, 18,297. И в школах более 26 тысяч рублей заработная плата. В общем, как отметила замглава администрации Рязани Лариса Кархалева, необходимость оптимизации продиктована прежде всего развитием учебной базы образовательных учреждений города. Крупнейший в России энергосервисный контракт по обновлению систем городского освещения не так давно заключили со стороны Рязани дирекция по благоустройству города и частный инвестор, дочернее предприятие Газпромбанка ГПБ Энергоэффект. К концу года в областном центре заменят свыше 16 тысяч технических и морально устаревших фонарей уличного освещения на новые энергоэффективные. Как обещают, из бюджета на это не будет потрачено ни рубля. С инвестором рассчитаются и средства, сэкономленных в результате энергопотребления. Из Дягилева, где уже начались работы, передает Олеся Харлина. Ржавые, покосившиеся, часто и вовсе не горящие фонари. Скоро все это будет далеко в прошлом. Частный инвестор полностью модернизирует уличное освещение. Заменит старые столбы, кронштейны и лампочки. Свет будет ярче, а жители забудут, что такое налипшие на фонарных столбах сосульки. Начать работу решили с московского микрорайона, в котором ситуация несколько плачевнее, чем в других. Светильник, который номиналом 250, 300, 400, мы заменяем на светодиоды, которые потребляют энергии в разы меньше, в 4 или в 3 раза. То есть наш контракт заключен в целью показать, что экономия будет достигнута и по расчету наших специалистов на 56%, то есть уменьшится потребление электроэнергии. Услышав крупные суммы, горожане заволновались. Мол, опять из городского бюджета тратят, лучше бы садики построили. Но волнения абсолютно напрасны. Все работы за счет инвестора. Город оплатит только разницу между фактическим потреблением электроэнергии и той суммой, которая расходуется на освещение сейчас. То есть никаких дополнительных трат не будет. На сегодняшний день уже идет монтаж электрических шкафов управления светом на городских улицах. Система «Гелиус», которая позволяет автоматизировать с помощью голосового сообщения, с ГПРС канала, то есть вступать в команду. Не как раньше сидел диспетчер, директор инвестор города, и там в зависимости от графика включения-выключения, который там на год расписан, он там включал рубильник и уже по городу пошло. Это не очень удобно, не дай бог там с диспетчером какая-то ситуация, люди могли остаться без света. Сейчас все это будет делаться автономно и без человеческого фактора. Подобный проект у ГПБ «Энергоэффект» уже третий. В рамках одного из них компания модернизирует освещение в Клинцах на Брянщине. В рамках другого заменит 12 тысяч светильников в Калуге. По словам Алексея Сидорова, такие контракты позволяют решить и еще одну проблему – трудоустройство и занятости. Чтобы максимально быстро осветить весь город, нужны квалифицированные специалисты. Мы у себя в компании ГПБ «Энергоэффект» провели два тендера, то есть на поставщика светодиодных светильников, которая выиграла компанию «Новый свет» со своими светодиодами под маркой НЛСО. И одна из крупных монтажных организаций – это 5-3 комплекта. Согласно контракту, заменить старые фонари на новые на всех улицах Рязани должны до 1 декабря текущего года. Детский спортивный праздник прошел сегодня в оздоровительном лагере «Сказка. Что в Солочи». Нынешний год прошел под девизом «Олимпиады в Сочи». И ребята самостоятельно решили, что и они должны начать свою первую смену именно со спортивных мероприятий. Открытие первой смены в лагере – событие всегда яркое и запоминающееся. Тем более, если проходит оно не где-нибудь, а на самых настоящих молодежных олимпийских играх. Ликуют трибуны страна аплодисментами, встречая спортсменов. Водушевленные победами в Сочи малыши и взрослые решили не отставать и показать, что в любое время года готовы завоевывать медали. Кто глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре. Годрость духа, грация и пластика. Лучше укрепляющее, утром отрезвляющее. Есть лишь и покающая гимнастика. Тут буйство фантазии. У нас вожатые обучались в течение года в нашей школе вожатского мастерства. И они уже заранее знали, какие у них будут названия отрядов. Старались подготовить. И очень интересные есть находки. Открыть смену – это самое грандиозное мероприятие вообще за всю смену. Ане 14 лет. В сказку она в прямом и переносном смысле попадает вот уже девятый год подряд. Тут активным и спортивным только рады. Старичок я здесь, меня все тут знают. Вот я командир отряда в каждой смене. Где еще под палящим солнцем увидишь сразу и лыжников, и санный спорт, и синхронисток. Детской фантазии можно только позавидовать. Нам дали тему фигурное катание. Ну вот мы и пофантазировали. Как называется ваш отряд? Признаю! Ваша кричалка? Наши миссии – вот три слова. Победим всегда любого! За пять дней ребята уже стали сплоченной командой. Тем более, что многие уже не в первый раз приезжают именно сюда. Получать свою порцию загара, развлечений и спортивного духа. Это даже не соревнование. Я считаю, что сегодня мы должны сплотиться всем лагерем. Позавчера у нас был день рождения отряд. Они уже из толпы детей превратились в отряд. А теперь им из множества пестрых отрядов надо превратиться в единый лагерь. Это очень хороший лагерь, я рекомендую его всем. Начало детскому летнему отдыху положено. А значит, пора готовить альбом для новых ярких фотографий. Не только праздники, но и суровые будни. Детские учреждения должны быть готовы к возможным ЧП. Сегодня в 115 детском саду Рязани МЧС отрабатывала технику спасения детей и воспитателей при возникновении экстремальной ситуации. Лето, несомненно, прекрасная пора. Минус, пожалуй, только один – повышенная пожароопасность в это время года. Сегодня в Рязанском детском саду номер 115 «Маленькая страна» пожарные тренировались в эвакуации и тушении условного загорания. По замыслу, пожар возник в одной из групп, расположенной на втором этаже дошкольного учреждения. После того, как сработала пожарная сигнализация, сообщение о загорании было передано в Единую службу спасения. Воспитатели среагировали молниеносно и в течение четырех минут эвакуировали детей. Через две минуты после поступления сигнала о пожаре на место происшествия прибыли два пожарных расчета пожарной части номер 4 по охране Московского района города Рязани. Одно звено приступило к оказанию помощи человеку, который, по легенде, не смог выйти из здания из-за сильного задымления. Пострадавшего манекена со второго этажа спасли с использованием пневматического прыжкового устройства, называемого «Куб жизни». Тем временем второй расчет провел развертывание пожарных рукавов, после чего звено газодымозащитной службы благополучно потушило загорание. Во временные рамки мы уложились, то есть менее 10 минут было потрачено на тушение пожара. Спасенный был благополучно спасен нами при помощи прыжкового пневматического спасального устройства. То есть показали еще детям, как есть еще что, еще какие возможности в нашем пожарном подразделении. Ну и приурочено все это было в рамках контроля за состоянием, предполагаемым состоянием объектов, социально значимых объектов и объектов с нахождением детей. И последнее. Сегодня 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Ежегодно он отмечается, начиная с 1972 года. И считается, что День охраны окружающей среды – это отнюдь не профессиональный праздник экологов, а повод для того, чтобы задуматься о проблемах окружающей среды. Кроме того, в рамках ООН несколько раз в год принято отмечать Дни защиты воды и воздуха. Ученые же говорят о необходимости увеличения затрат на исследования, чтобы решать обостряющиеся проблемы экологии во всем мире. В общем, 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. Это повод задуматься об экологических проблемах, привлечь внимание к проблемам окружающей среды. В День эколога на Площади Победы перед МКЦ состоится музыкальный экофестиваль «Зеленая планета». Идея организовать ежегодный городской экологический фестиваль «Праздник» принадлежит Экологическому Рязанскому Альянсу. А сразу после нас в эфире программа подробностей, гостем которой стала заместитель начальника управления городского планирования Ольга Свинцова. Речь пойдет о защите окружающей среды и городской экологии. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова